Всех приветствую! 29 июля 2018 года в Яловском водохранилище в районе Вазурского гидроузла. После того безобразия, что происходит на московских и ближних подмосковных водоемах, рыбалка уже удалась. Утром я вставать не стал, поднялся где-то 20 минут, да не где-то, а 20 минут восьмого, пока то отсюда. Платформу разобрал с вечера, поприехали вчера. Долго думали, ехать ли сюда или нет, бродили и ходили тучи, громыхал гром, молнии. И на своей сонате я долго думал, ехать или нет. Народ вереницей! Пока мы стоим здесь несколько минут, уже не знаю, уже машин десяток, если не больше оттуда. Вот сидим ждем, если пройдет стороной, то мы местечко найдем, а если не пройдет, то нам туда мы не полезем. Вон автобус какой-то. Прям они, как эти тараканы из всех щелей. Ну вот там какая-то локальная туча. И вот сзади, там вот просвет. Но это вроде несет куда-то в сторону. Хотя ветер вот прям на меня. Ну вот. Вон они, вон они. Один за одним. То есть там на берегу мы мест не нашли бы точно. Ладно, пока ждем. Но вроде как вначале нас безобразие обошло стороной. Мы проехали сюда, прям к водоему. Машина стоит в десяти метрах от водоема. Далее. Так. Так. Мы встретимся в доме. Ну и собственно, я понял, что даже если пройдет дождь, то ничего страшного не будет, мы вылезем, не считая кусочка, который уже возле дороги, все остальное по траве, и даже вчера вечером, где-то все-таки не сильно, но поливал дождик, то есть не ливень, но дождь, 103 поливал, и мы в поисках интернета, снуком я приехал со старшим, покатались по этой траве, причем и в горку, и с горки, в общем-то нормально, резины у меня не шипованы, без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что касаемо рыбалки, замесил 2 килограмма BigFish Champion Бюджетная серия, ярко выраженный запах кориандра, я брал возле экстрима в павильоне, 100 рублей килограмм, добавил на 2 килограмма 300 грамм от рублей, чтобы прикормка была более активная, Стояк, глубина небольшая, 2 метра полтора, взял фидер, попробовал, есть там место и поглубже, но во-первых, трава, во-вторых, по опыту, да, погода стоит жаркие, и в общем-то, первый раз, когда я ловил здесь, это было чуть дальше, Я тоже начал ловить довольно поздно, в 9-м часу, тоже такая же глубина, и, собственно говоря, рыба, в общем-то, там стояла и нормально. Забросил 5 кормушек закормочных, повесил поводок 0,1, ой, 0,09, то ли сразу как поводок повесил, а, через заброс, добавил ароматизатор пищевой клубника, Тут же получил поклевку и обрыв, причем обрыв возле отвода. Повесил 0,16, от греха подальше. Пару неплохих уклеек, но уклейка здесь крупная, вот, с ладошкой, видишь. Кстати, был у меня, вернее, есть у меня ролик о нюансах ловли уклейки на фидер, но что-то просмотров мало-мало, то ли народ путает с верхоплавкой, То ли уклейку за рыбу не считают. На самом деле, ребят, с гастрономической точки зрения, это очень шикарная рыба. Несмотря на то, что она мелкая, она очень легко чистится. Ее и вялить, и пожарить, и консервы из нее получаются шикарные. Поэтому, на прах. Ну вот, очередной абсос, помимо двух уклей, поймал плотву, грамм на основу, и хотел было, как обычно, взять подсадчика. И потом вспомнил, что у меня кладочек 0,16 и решил поднять ее так. Крючок 16-го номера, гамакатсу 13-12. И, собственно говоря, 100-граммового плотла, о чем как-то рассказывал, почему я пользуюсь подсадчиком. Крючка-то и слетела. Помимо этого, два абсоса. Один раз, ну может быть, отвлекся, вытащил крючок узкой. То есть, ну не скажут, что рыба клевет как из пулемета, на точке она есть. Причем, уклейка брала не на падение, а где-то в преддонном слое. То есть, это говорит о том, что, ну либо на тот момент кроме уклейки вообще никого на точке не было. То ли такая же по размеру рыба там, которой уклейка не боится. Ну это, собственно говоря, уже вот эти хлопоты приятные. Страва есть на дне, иногда это мешает, но не смертим. Хлопты приятные, то есть, что сейчас буду пробовать. Если не будет рыба клевать в темпе, возможно попробую 0,1 плодов поставить или даже 0,09. То, что был обрыв, это не крупная рыба, это возможно там рыба была, но не крупная. За что-то зацепилось видно, может за траву. Калитер плавает. Вот. И крючок, наверное, сейчас поставлю номера 12. Ну либо гамик, чтобы не рисковать, либо на пробу. Заезжал по дороге на Новой Риге в Узланово рыболовный магазин. Большой, но цены там не гуманные. Рядом платник, золотой сазан, но видно для богатства Бурати. Ну вот, вот эти крючки, что я показал, это японские крючки. Написано, что материал японский, а упакованный в Китае. Я с таким уже сталкивался в интернете. То есть, это нормальный крючок, именно японский. И даже классификация японская. Как он? ВИП или ВИП? Я еще не открывал. Вот. Да, взял я. Они, говорят, год три назад завозили. По 80 рублей. Но если учесть, что китайский вовнер, который возит Масканелло сейчас... Да, 15 штук там. Китайский вовнер, что возит Масканелло сейчас 100 с лишним. То, по-моему... Ну, кроме вот этой, это, я так понимаю, форма сот. Или что-то близко к этому. То есть, форма, грубо говоря, правильная. Вот. И цена по нынешним временам смешная. Да, если будут продолжаться проблемы с фиксацией. Ну, потому что, то видно прекрасно поклёв. То не видно. Я, что-то, может быть, укорочу поводок. Посмотрим. Пока у меня поводок где-то метр двадцать, наверное. Отвод приличный. Ну, если будет плевать крупного клейка, то, собственно говоря, я против и не буду. Корм в кормушку забиваю не сильно. Чтобы он начинал, буквально, об ударе, оттуда работу. Собственно говоря, работать. Был повторюсь. Стояк. Глубина небольшая. Крупной рыбы я не ожидаю. Ну, а для того, чтобы ловить мелочь в таких условиях. Ну, не то, что мелочь, они крупные рыбы. В общем-то, на мой взгляд, манипуляции формы такие должны быть. Ну, вот поклёвочка. Вижу я её. Слабенько, то есть тюк-тюк. Да, и ещё, обратил внимание. В последнее время у спортсменов мода они вершиночку сгибают еле-еле. Так вот, попробовал как-то я длинным поводком это сделать. И у меня был абсос, поклёвок я не видел. Мысли какие. Если поводок короткий и у вас абсос, то можно, прежде чем удлинить поводок, можно как раз попробовать вершиночку сгибать еле-еле, либо вообще не сгибать и там чуть не вправиться. Чтобы рыба не боялась, не чувствовала наши вершинки и не бросала наживку. То есть, в какой момент мы, собственно говоря, видим поклёвку? В тот момент, когда крючок с наживкой у рыбы во рту и когда поводок натянут. И никак иначе. Если рыба чувствует натяжение. Вот опять абсос. Сорочу я сейчас поводок. И чтобы рыба не чувствовала, собственно говоря, наши вершинки, не бросала наживку. По мне так варианта два. Либо ослаблять натяжение вершинки, либо, как я делаю, увеличиваю поводок. Ну вот. Будем сейчас бороться с плохой фиксацией. И посмотрим, в каком результат все много лет приведем. Ну, встретимся попозже. Ну что, походу, если не на все 100% удалось решить проблемы с фиксацией, то, в общем-то, практически. Поводок в результате укоротил до нельзя. Насадка два опарыша. Причем опарыш один чулком, один за заднюю. До этого были проблемы. Идет классический лове разнорыбицы, то есть в прилове. Платвица, окушок. Пару подлещиков. Самый большой из которых грамм на 300. И несколько штук прекрасной, жирной, крупной, здешней уклейки. Причем даже на короткий поводок плюет уклейка. Посмотрим, может быть, сейчас плюну на все. Поставлю поводок длинный. И буду ловить одну уклейку. В принципе, подлещик мне за ненадобностью. Платва ладошечная тоже. Не так давно я выложил ролик. Ну, как не так давно, в прошлых столь годах. Мой ответ Салапин о выборе слабинали лески. Вы наставили мне кучу дизлайков. Так вот, ребят. Кто не видел, повторюсь, как делает Салапин. Заброс. Столько кормушек касается воды. Он ставит удилище на стойку. И медленно и муторно выбирает слабину леску. Особенно с плетней это занятие геморройно. Так вот, ребят. Прежде чем ставить дизлайки, вы посмотрели, что там и о чем. И попробовали. О чем я говорю. А потом уже ставят дизлайки. То есть вот, когда идет вот такая ловля. Когда часто идут поклёвки на падение. В Салапинском методе вы будете иметь здесь вид наибледнейший. Вот сейчас какое-то затишье непонятное. Ни уклейка не берет, никто другой. Подождем. Попробуем. Может быть, кто покрупнее подошел. Ну да, тут очередной какой-то артист удивился, что я уже в которую рыбалку не могу уйти от нуля. Говорил, что стремиться там любой ценой по мелочи уйти от нуля мне не интересно. Тут он написал, что он в Ильинском там был на днях. Он ловил там чуть не 6 килограмм. Вот. Когда ему предложил. Вот. Подлечить очередной. Когда ему предложил посидеть в половине там Жилинской вместе. Он вроде да-да-да-да. Где встречаемся? Я ему дал адрес в ответ Кишина. Ну и у меня планы поменялись. Надо было внук забирать их. Поэтому в Ильинском я не поехал. Поехал сюда. Ну вот если рыба она есть. Рыба она есть. То собрать ее прикормкой даже бюджетной. Никакого труда, собственно говоря, не доставляет. А наловить тут вот все зависит уже от вас. Если удастся решить проблемы, которые у вас встают. Как то с фиктацией, реализацией. Возможно с захлестами. То будете при рыбе. Рыба. Ой, фидер. Это на самом деле можно сказать, что просто. В общем. Вот. Ну что, продолжим ловить. Отрываться, так сказать, после бесклевья, который был больше двух месяцев. Да, тут у господина Фериды появился видеоканал свой. Продолжает, может их чудить. Рассказывать небылице о ловле фидером. И где-то он не так давно был на Нижней Москве реке. Но если учесть, что он говорит по пустой дороге часа полтора. То я думаю, что это километров от МКАДа. То я думаю, что это километров 150. Ну вот там в кои-то веке у него все срослось. И он рыбу наловил. При этом в начале ролика он сказал, что рассказывал про бесклевья и прочее. Но вот чем люди слушают. И мне какой-то клоун там пишет, что в отличие от тебя, передай всегда соло. Я год полтора назад приводил из его ролика фрагмент, где он говорил, что можно одну, две, три рыбалки, пять, не увидеть ни одного поклевки. И потом раз в десять рыбалок попасть, собственно говоря, на хороший клюв. Ребят, учитесь слушать, а не смотреть тупо, как человек плющит рыбу. Ну вот, собственно, больше по рыбалке рассказывать и нечего. Долго сидеть не будем, было воскресенье, а в Москву возвращаться. Сейчас еще, может, часик полтора-два половлю. Покажу улов. Ну, если что-то будет неординарное, какая-нибудь рыба крупная, либо еще какие-то нюансы, то расскажу. А так, сейчас камеру поставлю, немножко процесс ловли покажу. Людям нравится. Ну вот, сейчас поклевки стали порежать, посмотрим, что будет дальше. Спасибо. 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 Верное в плане того как ставить удилище на стойку чтобы видеть поклевки нападения то поверьте при ловле уклейки проблем быть не должно никаких если крючок у вас подобран правильно еще какая-то поклевка поклевка покрупнее или трава трава периодически там цепляет не сильно мешает что-то наверное покрупнее хотелось бы конечно остаться еще половить но толстые тетки матершиницы я сам матершиниц но когда дитё у них там кричит хотя ребят вы знаете я наверное немножко подожду еще потому что это подлещик это рыба дня это рыба дня мне кажется 400 да зараза отдай крючок как ведь наши приконкой его как и нах прорывал ладно еще половим больше наверно если ничего не экстра длинанного там поимкой какой-нибудь бонус не выйдет больше нам было бла-бла не буду делать просто покажу улов да 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 это ты да это ты да это не Продолжение следует... 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 Далее... Продолжение следует... 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 хоть и согнул кольцо как на на мастере на и пикере но тем не менее захлесты были может быть из того что кольца мелкие хотя вот на питере тоже мелкий кольц ну в общем вот такая вот байда ну все больше не буду разглагольствоваться поедем уже деревне заберем дочку взять внуков и поедем маску тем паче что в принципе зарядки осталось не так много на на камере ну вот как то так надеюсь что кому-то было интересно всем всем пока так